Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак и сегодня, 12 апреля, помимо того, что наш канал празднует один год, все человечество отмечает 57 лет со дня полета первого человека в космос. Я думаю, что нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не мечтал о том, чтобы побывать в звездном пространстве и увидеть открытый космос своими глазами. И современный мир нам с вами позволяет почувствовать себя настоящими космонавтами, и для этого совершенно не обязательно лететь куда-то в ракете. Модная индустрия предлагает нам широкий выбор одежды и аксессуаров на космическую тематику, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как космонавтика повлияла на моду и как развивалось это направление в индустрии моды. В общем, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Космические мотивы и фантазии о будущем встречаются в различных коллекциях из сезона в сезон. У кого-то из дизайнеров это аккуратные акценты в виде массивных серебряного цвета кафов, напоминающих о героях фантастических фильмов, кто-то предпочитает яркие принты в виде планет, ракет и космонавтов, а кто-то воспроизводит образы знаменитых киногероев. Повальное увлечение космосом сейчас обусловлено тем, что у человека появилась возможность выйти в межпланетное пространство, но такое было возможно не всегда. Понимание того, почему дизайнеров так вдохновляет тема космоса невозможно без рассмотрения истории самой космонавтики. Дело в том, что сама идея того, что человек может полететь в космос, побывать на других планетах, стало лишь после того, как была создана гелиоцентрическая система мира, когда стало ясно, что планета Земля точно такая же, как и все другие, и поэтому люди подумали, почему бы не полететь, к примеру, на Луну. Первым опубликованным описанием пребывания человека на Луне стала фантастическая повесть Кеплера Сомниум. Она была написана в 1609 году. Также фантастические путешествия на другие небесные тела описывали Фрэнсис Годвин и Сирана де Бержерак. В конце 19 века были также опубликованы романы Жюли Верна с Земли на Луну и вокруг Луны. А 1 сентября 1902 года во Франции состоялась премьера первого научно-фантастического фильма «Полет на Луну» Жоржа Мельеса. К слову, на этот фильм шесть лет спустя был снят ремейк. А 22 сентября 1924 года в московском Электротеатре Арс состоялась премьера классического немого фильма «Аэлита» Якова Протазанова. Кроме нашей планеты, действие этого фильма разворачивается еще и на Марсе. Картину в свое время довольно жестко критиковали и, конечно, досталось и костюмам. Писали, что мужские наряды безукоризненные, а вот женские напоминают скорее ателье-мод с Петровки. Писали о том, что наряды марсиан совершенно неудобные, совершенно нельзя их носить и Марс населяют не то римские легионеры, не то современные водолазы. В общем, да, костюмы были довольно негативно восприняты, хотя они были выполнены в таком очень современном для того времени ключе. Изначально над костюмами работал Исаак Рабинович, художник по костюмам МХАТа. Затем пригласили Александру Экстер, одну из амазонок авангарда художника камерного театра Александра Таирова. Она работала и над модной одеждой. Ее модели можно было увидеть в единственном номере журнала отелье за 1923 год. Большой сложностью для художницы, которая любила яркие нестандартные решения в костюме, реализовать вот те идеи для именно марсианских жителей для черно-белого кино, ведь цветного тогда еще не было. Ей на помощь пришла эстетика конструктивизма с ее геометричностью, с ее четкими линиями. Стилистическое единство было создано благодаря тому, что художник- декоратор Виктор Симов также выполнил конструкции декорации в духе конструктивизма. Оба платья Айлиты очень узкие, она не может в них быстро двигаться или бегать. Сложные головные уборы заставляют ее стоять прямо. Она королева и суетливые движения ей должны быть чужды. В костюмах других марсианских персонажей Экстер активно использует круги, прямоугольники, волны, ломаные линии, треугольники и делает наряд более интересными за счет контрастных и нестандартных материалов. Пластик, металл, картон. Как мы с вами можем увидеть, первая одежда в космической тематике была мало приспособлена для ношения в повседневной жизни. Это были скорее такие театральные костюмы, которые пригождались разве что для съемки в фильмах и для фотосессий. И такое продолжалось вплоть до 60-х годов 20 века. 12 апреля 1961 года ранним весенним утром мощная ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли, гражданином Советского Союза Юрием Гагарином на борту. Этот день навсегда вошел в историю человечества, а для дизайнеров это событие стало мощным источником для вдохновения. Еще в 40-х годах прошлого века в Центральном Аэрогидродинамическом институте был создан первый космический скафандр. Это была конструкция из прорезиненной ткани белого цвета с обилием блестящих металлических элементов, которая и послужила прототипом многих футуристических идей в моде. Именно эта конструкция, а также новые разработки в текстильном производстве и привлекли внимание первопроходца модного футуризма Андре Курежа. Одежда Курежа отличалась графичными формами и кропотливой работой над кроем и деталями. В своей первой коллекции 1964 года он продемонстрировал мини-платья, туники и обтягивающие брюки из пластика и металла. Были там и шляпы-шлемы, которые напоминали шлем космонавта и являлись составляющими стиля лунной девушки, как говорил сам дизайнер. Цвета коллекции также были холодными. Белый, светло-розовый, светло-голубой. Таким образом создавалась также ассоциация с холодным космосом. Также на некоторых моделях были круглые вырезы на спине и животе. В нашумевшей коллекции 1968 года Space Age Куреж, которая, к слову, скорее была спортивной, чем космической, Куреж умело использовал синтетику, никому не знакомые ранее. Неопрен, пластик и металлические детали. Обувь на плоской подошве, сапоги-гольфы без каблука по лодыжку и выше, из латекса или металлизированной кожи. Еще одно крайне практичное и необычное для того времени изобретение кутюрье. Несмотря на авангардный характер коллекции Курежа, его одежда быстро перекочевала на улице. Дальше был Пьер Карден. Образы эры космоса из первой коллекции, футуристической коллекции дизайнера и некоторых других, в далеком 64 году шокировали публику. Но, однако, они окончательно и бесповоротно завоевали любовь богемного мира и окончательно тему космоса укрепилась в модной индустрии. В отличие от коллег по цеху, которые все-таки ориентировались на покупателя и адаптировали фантастику к реальности, Карден придал космической эстетике больше театральности. Его наряды были похожи на абстракции, а обильное использование пластика и винила действительно напоминало одежду для путешествий в космосе. Еще один смельчак, перевернувший представление о моде с ног на голову Пако Робан. В 1966 году вышла его коллекция, которую назвал 12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов. Это была одежда из целлофана, алюминия, картона, пластика со вставками из металлических колец и пластин. Эту коллекцию Робана назвали космической, а вот Коко Шанель неодобрительно отозвалась о работах дизайнера и назвала его металлургом. Сказала, что слишком все блестит и слишком много металла. Но, несмотря на это, костюмы Робана, похожие на доспехи и на кольчуги, быстро перекочевали на экраны. Сегодняшняя мода на космос это, как ни парадоксально, стык прошлого и взгляды на будущее. У современных дизайнеров огромный простор для реализации своих идей. Модели на показе Шанель носят серебряное пальто, стеганые металлизированные накидки и платья с принтами в виде космонавтов. У Баленсиага можно найти юбки, сделанные словно из обшивки космического корабля. Даже Дольчен Габбана пожертвовали знаменитыми цветочными принтами в пользу изображения космонавта в открытом космосе. В распоряжении дизайнеров фильмы, книги, комиксы прошлого века. И, конечно, они практически бесконечно могут цитировать космическую ретро-моду, цитировать ту футуристическую одежду, которая была создана в начале 20 века. Ну и, конечно же, на помощь дизайнерам приходит промышленность и сейчас создается огромное количество новых материалов, которые позволяют дизайнерам реализовать практически любую идею, связанную с темой космоса. Кстати, благодаря непосредственно разработке космических технологий, космической аппаратуры, в нашу повседневную жизнь вошли некоторые разработки, которые прямым либо косвенным образом связаны с одеждой. Лечебные костюмы. Исследования изменений в организме человека в космосе, вызванные невесомостью, малоподвижностью, позволили создать не только специальные тренажеры для космонавтов, но и костюмы Адели для реабилитации детей, больных церебральным параличом. Напрягая мышцы в таком скафандре, ребята учатся двигаться активнее. Огнестойкая ткань. Огнестойкая ткань для костюмов пожарных впервые была использована при разработке скафандров астронавтов. Чтобы скафандр для программы Аполлон выдерживал все эти воздействия, его изготавливали из высокопрочных синтетических тканей, металла и пластмасс. Наружный слой скафандра защищает космонавта от температурных воздействий и от микрометеоритных частиц. Эта оболочка сделана из огнестойкой ткани. Называется она бета-ткань. Молния и липучки. Молния была изобретена еще в 1914 году, а липучка в 1948. Оба изобретения так и пылились бы на полках патентных бюро, если бы их не начали активно использовать в одежде космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. Космическая эпопея в истории липучек произошла тогда, когда астронавты обнаружили, что именно это приспособление позволяет быстро и эффективно расстегнуться и застегнуться. К примеру, космонавтов последовали горнолыжники, поскольку они поняли, что их костюмы мало отличаются от костюмов путешественников в космос, ну а за ними последовали и аквалангисты. Каждая сфера жизни человека так или иначе воздействует на то, что мы с вами носим, на то, что сегодня в моде и какую одежду нам предложат дизайнеры. Сегодня я рассказала вам о том, как космонавтика повлияла на моду. В комментариях вы можете написать о своей любимой книге, либо своем любимом фильме, который связан с темой космоса. Кстати, напишите, смотрели ли вы культовый фильм «Полет на Луну». Я, кстати говоря, еще так и не посмотрела. Обязательно это сделаю. Ну а если вам понравилось это видео, то непременно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, обязательно посмотрите, поставлен ли колокольчик, получаете ли вы уведомления о новых роликах. Ну а я желаю всем удачи и до скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока!